МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы с вами поговорим именно о хостингах и о том, как работать с хостингами, как находить картинки, которые вы забросили на хостинг, файлы, папки и так далее. Так, скажем, самый распространенный хостинг у нас, которым, я знаю, большинство работает, это таймвеб. Поэтому я сейчас покажу на таймвебе и, возможно, что у кого-то есть пейсвеб. Допустим, вот мы можем просмотреть пейсвеб. Эти хостинги, они, так скажем, русскоязычные и, в принципе, все в них практически одинаковое. Значит, что нам нужно обязательно знать для того, чтобы работать с FTP-клиентами, то есть загружать на хостинги и для того, чтобы заходить на эти хостинги и что-то делать с ними. Значит, смотрите, на спейсвебе, что мы должны обязательно запомнить, что нам нужно. Это логин. Видите, вот обязательно он, обычно он всегда находится вверху. И под низом изменить пароль. Пароль этот обычно приходит при регистрации хостинга, но если вы его потеряли, но зашли на хостинг, вы можете нажать «Изменить пароль» и здесь поменять пароль и сделать тот, который вам больше нравится. То есть первый пункт – это логин, второй пункт – пароль. И вы должны знать IP-адрес вашего хостинга. На спейсвебе он находится внизу. Видите, здесь вот цифры находятся. Вот вы их должны, опять же, скопировать для того, чтобы использовать для FTP-клиентов. На таймвебе имя пользователя, вот логин, ключик – это здесь пароль спрятан. То есть если вы хотите сменить пароль, значит нажимаете на ключик, меняете пароль, прописываете тот, который вам нужен. И здесь сервер вот здесь вот прописано. Если на спейсвебе там четко прописано IP, то здесь просто, видите, название сервера, то есть где сервер непосредственно находится, и его IP-адрес. Вот три пункта, которые вы должны запомнить для того, чтобы работать с FTP-клиентом. Пока мы это запомнили, и, так скажем, отставим в сторону. Мы поняли, что нам нужен логин, пароль и так далее. Значит, для того, чтобы вообще нам начать какой-то интернет-бизнес, или вы хотите что-то продвигать, я знаю, что уже у многих есть хостинги, есть домены, есть смарт-респондеры. И я поэтому на этом вопросе остановлюсь буквально чуть-чуть. То есть открываем, допустим, таймвеб. Здесь вот такая вот главная страничка у них. И здесь есть вот те возможности, которые предлагает таймвеб. Ну, таймвеб предлагает за 2300 рублей 2000 мегабайт, то есть 2 гигабайта пространства. Для начинающего, так скажем, бизнес-предпринимателя вот этого тарифа вполне хватит в начале. Ну, в дальнейшем можно докупить себе тариф Optima. Здесь уже в два раза больше пространства 4 гигабайта. Но, так скажем, если вы только начали работать, то достаточно оплатить 1300 рублей. Причем, если вы платите за год, то вам сразу дают доменное имя в подарок. То есть в зоне RU вы можете выбрать в себе доменное имя. Когда вы заходите вовнутрь, вы видите вот такую вот панель. Но, кстати, это уже старая панель. Здесь они вот, видите, новую панель предлагают. Хотя я скажу, что старая более понятная, по крайней мере для меня. То ли я привык к этому, то ли действительно она интереснее. Но здесь, опять же, вы можете работать с разными панелями. И что нам здесь нужно, это вот именно файловый менеджер. То есть менеджер наших файлов. Кликаем и переходим. Значит, смотрите, на всех хостингах у нас, так скажем, принято правило единое. То есть паблик.html – это название нашего домена. То есть, так скажем, паблик.html и название вашего домена – это одно и то же. Вот в данном случае, вы видите, у меня сейчас на хостинге находится паблик.html. Это доменное имя клуб дохода. И если мы туда вовнутрь зайдем, мы увидим, здесь, видите, здесь находится именно WordPress, то есть на домене находится непосредственно WordPress, наш блог. А рядышком сделаны два поддомина. То есть я сделал поддомен курс клуб дохода, то есть это поддомен, и ваш клуб дохода – это тоже поддомен. Но обратите внимание, чем папка отличается от поддомена. То есть, когда мы заходим в курс клуб дохода в поддомен, мы видим снова паблик.html. Что это нам говорит? У нас сейчас прописано, видите, вот курс.клубдохода.ру. Если брать в глобальном масштабе, то курс в данном случае – это домен тоже, друзья, точно такой же домен, как вы покупали, но только это домен третьего уровня. То есть у нас, смотрите, домен первого уровня – это ру. То есть именно вот самый главный домен, когда компьютер начинает что-то искать, он в первую очередь ищет домен.ру. Потом, когда вы приобретали хосинг и вам дали домен в подарок, вы выбрали для себя домен. Но ваш домен, он является под доменом домена.ру. То есть ваш домен называется домен второго уровня. То есть как бы домен.ру дробится на множество других доменов, и вы получили свой участочек. Но вы получили вот в данном случае, допустим, 2 гигабайта пространства. И вы свой домен можете точно так же раздробить и создаете домен третьего уровня. То есть вот курс в данном случае у меня домен третьего уровня. Но по отношению к клубу дохода, он является под доменом. То есть так скажем, что есть жесткий диск, который называется.ру. Потом этот жесткий диск подроблен на части. И одна из этих частей называется клуб дохода. То есть это домен второго уровня. И вы уже свою территорию, которую вам выделили, взяли, подробили. И допустим, вот создали еще несколько под доменов. То есть это отдельные домены, которые, так скажем, практически равноправны с вашим основным доменом. Но только путь прописан немного больше. То есть на единственное слово впереди больше. Хотя по всем возможностям, по всем параметрам, под домен это то же самое, что и ваш домен, за который вы платили. Поэтому создавая под домены, вы как бы просто делите свою территорию. Но если на компьютере кто понимает, это вот есть жесткий диск у вас. И вы на нем можете создать несколько логических дисков. Там диск C, диск D, диск E, G и так далее. То есть этих дисков можно дробить сколько угодно. Все мы прекрасно понимаем, что это все в одном механизме, крутится там, все на одном диске. Но компьютер это видит как отдельное государство, отдельные диски. Точно так же мы работаем на хостинге. Создавая под домены, мы создаем отдельные, так скажем, диски, отдельные домены. Значит под домен всегда пишется впереди. То есть видите, основной домен у нас RU, под домен клуб дохода пишется впереди основного имени. Соответственно мы создали еще под домен курс. Значит он опять же пишется впереди. То есть если мы пишем ссылку, то будет http.2slash, курс, курс, потом ее точка, клуб дохода, точка, RU, и потом уже пошли слэши. То есть именно основное имя мы пишем через точки. Папки и файлы мы будем писать через слэши уже. То есть это как бы уже именно мы погружаемся в папки. То есть если мы сейчас заходим в курс клуб дохода, и вы видите здесь есть куча папок. То вот дальше, видите, вот здесь вот как бы после паблика HTML, вот здесь вот, мы паблика HTML уже убираем, потому что вот у нас уже прописано. И через слэш мы будем писать, допустим, папочка флэш, папочка имейджис, папочка карнавал и так далее. То есть все остальное дальше будет идти через слэш. Возвращаемся в основную панель, кликая по названию. И здесь есть вот управление поддоминами. Заходим в эту панель. И здесь вот смотрите. Создание нового поддомина. По умолчанию у нас основной домен это клуб дохода.ру. Видите? Поэтому он у меня здесь один. Естественно, что мы его здесь оставляем. И, ну, давайте создадим поддомин. Давайте тест. Я его потом уберу. Вот мы создали тест. И видите, у нас уже как будет прописано. Будет тест.клубдохода.ру. И нажимаем создать поддомин. Поддомин успешно создан. Возвращаемся в основную панель управления. Заходим в файловый менеджер. Вот у нас паблик.html. Это наш основной домен. То есть клуб дохода. Как я уже сказал, что паблик.html это то же самое, что ваше название основного домена. А вот мы создали поддомин тест.клубдохода. Если мы заходим вовнутрь, видите, здесь есть папочка паблик.html. То есть это показ за том, что это именно поддомин. Ну, то есть домин третьего уровня, так скажем. Когда мы заходим вовнутрь, мы здесь видим одну папочку. CGI bin. Это служебная папка. Вы ее ни в коем случае не удаляйте. Потому что если вы ее удалите, то ваш поддомин работать просто не будет. Здесь находятся все служебные файлы, которые необходимы для нормальной работы этого поддомина. Папочка файл.индекс.html. Это, так скажем, документ, который будет виден в браузере, если мы сейчас, допустим, откроем. Ну, давайте вот сейчас специально откроем его, чтобы вы видели. Копировать. Это служебный файл. Здесь дается вся информация. Соответственно, что если мы сюда захотим что-то загрузить другое, значит будет отображаться что-то другое. Значит, по идее, этот файл нам не нужен. Для того, чтобы нам что-то отображалось, мы здесь должны что-то свое загружать. Поэтому мы сейчас файл. И нажимаем удалить. Ок. И удалили. У нас осталась только служебная папочка. Нажимаем файл. Закачать. Нажимаем обзор. И давайте мы что-нибудь закачаем. То есть, если мы сейчас перейдем на хостинг и обновим страничку. Был у нас вот такой. И видите, ну, это индекс новогоднего конкурса нашего. То есть, здесь, в принципе, индексская страничка уже есть. Нам останется только сюда теперь загрузить картинки, которые необходимы для этой странички. И у нас страничка уже будет отображаться. Путь у нас вот здесь уже сразу прописано. Поддомен, домен и индекс. Как я уже говорил, если файл называется индекс, значит мы дальше его не прописываем. Если мы называем по-другому, значит мы уже по-другому что-то прописываем. Смотрите, здесь мы точно так же можем создавать новые папки. Вот создаем новую папку. Назовем ее просто пример. Нажимаем ОК. Видите, мы создали папку. Она отображается точно так же, как и поддомен с желтой папочкой в данном случае. Но если мы заходим внутрь этой папки, то она здесь пустая. Нету паблика HTML. Вот в чем отличие поддомена и папки. То есть поддомен это домен с полными правами вашего домена. То есть все, что может выполнять ваш домен, может выполнять поддомен. Папка же это просто хранилище для каких-то ваших документов. И папка уже прописывается после основного домена. То есть видите, вот здесь прописывается поддомен, ваш домен, основной домен зона.ру. И потом уже идет слэш. И мы уже дальше идем, допустим, пишем папочка пример. В данном случае папка пустая. Мы сюда сейчас можем так же что-то загрузить. Закачать. Обзор. Ну, давайте закачаем вот эту вот картинку. Видите, появилась картинка. Теперь мы можем перейти и прописать, чтобы посмотреть, есть ли здесь наша картинка. Сейчас я вам подниму. Видите, вот у меня сейчас прописано тест клуб дохода. Так как индекс не прописывается, я его и не прописывал. Дальше пишем папочка пример. Слэш. И прописали название нашей картинки. Соответственно, вы точно так же можете прописать название вашей открытки, название вашей мелодии, все что угодно. Видите, вот появилась эта картиночка. И видите путь. Наш поддомен, который мы создали. Наш домен. Ру. Папочка пример, который мы с вами создали. И название нашей открытки. Нашей картинки. Соответственно, если вы забрасываете какую-то открытку, значит здесь расширение прописываете уже не GIF, а допустим HTML, если вы создали открытку. А картинки, соответственно, все забрасываются вот сюда. Здесь есть один такой глобальный недостаток, который замедляет нашу работу. Для начала, в принципе, файл, закачать. И вы видите обзор. Мы можем закачать всего лишь одну картинку, один файл. Но если вы создаете, допустим, открытку, и там находится, ну хотя бы 10 изображений, плюс мелодия, плюс сама открытка. Вот каждый раз нужно кликать постоянно. Открыть, закрыть, закачать и так далее. То есть, ну так скажем, для того, чтобы закачать какую-то открытку, нужно достаточно много времени. Для этого люди придумали другие инструменты. Как я уже говорил, что для каждого процесса существует свой инструмент, который помогает нам значительно все усовершенствовать. Я, допустим, пользуюсь такой прекрасной программкой, как Total Commander. Total Commander позволяет очень быстро все это загружать, без каких-либо, так скажем, задержек. Значит, здесь у нас на Total Commander есть два окна, слева и справа. Здесь мы можем выбрать, допустим, диск D. И поднимаясь, допустим, вверх, мы можем ходить по папкам и наблюдать, где в какой папке у нас что-то есть. Здесь, соответственно, открывая папку, мы видим название нашего рисунка, его расширение, его размер, сколько он места занимает и когда этот файл был создан или загружен. Соответственно, мы можем включать фильтра, допустим, выбрать по имени. Видите, все пошло по алфавиту, то есть первое А, потом Б, потом С, Д, Е и так далее. То есть вы можете, если вы знаете название файла, который вам необходим, выбираете по имени и фильтруете именно по имени. Если вы ищете, допустим, какой-то HTML файл, значит, вы видите, что здесь очень много всяких картинок, но вам нужен определенный, допустим, только PNG. Мы видим, что вот PNG-шные картинки только здесь. Соответственно, если вы точно знаете расширение своей картинки, то вы гораздо быстрее найдете. Можно выбрать по дате, то есть кликаете по дате и вы можете выбрать, когда была, допустим, самая последняя картинка загружена. Таким образом, вы знаете, что вы буквально сегодня загрузили картинку, но не помните, как ее назвали и не помните, какое расширение. Вы кликаете фильтр по дате и Total Commander вам отсортирует по дате, то есть видите, все у нас идет как бы в убывающем состоянии. Но мы можем, допустим, найти, кликнув второй раз, видите, стрелочка поменялась и мы можем найти самую старую картинку, которую сюда загружали. Видите, 25.09.2009 уже была загружена эта картинка. Соответственно, можно это все подать и отследить. То есть довольно-таки очень удобно. Но, опять же, очень удобно работать. То есть мы видим, где мы находимся и мы можем сразу файлы перетаскивать, папки и так далее. То есть, допустим, берем картинку London, перетащили на эту сторону, отпустили. Компьютер спрашивает, перебросить. Окей. Все. Мы эту картинку перебросили в другую папку совсем, на диск D. Опять же, здесь, если вам не нравится именно такой вид, вы создаете открытку и вам нужны картинки. Нажимаете на значок активный просмотр эскизов и вы здесь уже можете выбрать ту картинку, которая вам необходима для вашей открытки. Допустим, вы создали здесь, решили сделать папочку. Нажимаем каталог и пишем, допустим, новый год. Мы хотим, ну или просто открытка, давайте без разницы. Там открытка. И я, допустим, открываю эту папочку и, допустим, я выбираю те картинки, которые мне нужны для моей открытки. То есть, я вот отсюда яблоко перекинул. Опять же, могу здесь сделать также активную, чтобы эскизы были видны. И, допустим, вот такую картинку хочу перекинуть. Ну и я вижу, какие картинки я могу использовать для своей открытки. Таким образом, как бы очень хорошо это все отображается и, так скажем, не надо задумываться, где какую картинку. Соответственно, я могу подняться выше, выбрать, допустим, другую папочку и, допустим, отсюда еще каких-то картинок добросать. Значит, но сегодня я столкнулся с такой ошибкой, я хочу на нее обратить внимание, что перед созданием открытки, любой открытки, друзья, вы должны создать папочку. И в нее именно забросать все картинки, все, что вы будете использовать для этой открытки, все забросать в эту папку. Вот я сейчас создал папочку, допустим, открытка, мы все туда забросали и здесь мы уже начинаем создавать свою открытку. Зачем это делается? Когда мы в Dreamweaver будем создавать, то Dreamweaver будет прописывать только название наших картинок. То есть он не будет писать длинный путь, где находится эта картинка. Потому что, допустим, мы создаем открытку здесь, в папочке открытка, а берем картинку, допустим, с этой папки. Соответственно, компьютер будет прописывать, что мы находимся в папке диска D открытка, но мы должны выйти из этой папки, перейти на диск D, папка картинки, время. Соответственно, будет прописан путь, что на самом деле эта картинка находится в папке картинки, папка время. Но, друзья, на хостинге-то у вас таких папок нету. А, соответственно, на хостинге компьютер будет бежать и искать папочку картинки, папку время. И, естественно, ничего не найдет. И тогда ваше изображение не будет отображаться. Вот для чего нужно обязательно создавать папку под определенный праздник, под определенную открытку и туда забрасывать все картинки, которые вы хотите использовать. И вот именно Total Commander в этом очень хорошо помогает. Но Total Commander, помимо этого, еще помогает и в другом варианте. То есть здесь можно очень быстро соединиться со своим хостингом. Здесь есть такая вот кнопочка FTP. Мы ее нажимаем. Видите, у меня вот здесь три хостинга находятся. Ну, давайте мы сейчас добавим еще один. Добавить нажимаем. И нам нужно заполнить вот такую вот, так скажем, вот такую табличку. Имя соединения. Здесь вы пишете сами все, что вам захочется. Мой хостинг, там, TimeWeb, SpringHost. Без разницы. Это чисто для вас, чтобы вы могли определить, что это именно ваш хостинг. Если у вас он один, то, конечно, здесь не столь важно. Но если у вас, допустим, несколько, как у меня, допустим. Естественно, что я их прописал так, чтобы мне было понятно, что это за хостинги и где их искать, так скажем. Поэтому, ну, давайте я здесь напишу мой хостинг просто. Значит, смотрите, сервер. Это то, что я вам как раз показывал. Это вот эти вот циферки, которые мы должны найти на нашем хостинге. Вот видите, обычно это четыре группы цифр. Здесь может быть по три цифры, может быть по две цифры. Здесь это все не столь важно. Главное, что вы должны эти цифры копировать и вставить вот сюда вот. Без каких-либо пробелов, без ничего. И заполнить учетную запись. Опять же, это ваш логин и пароль. То, что для доступа на ваш хостинг. То есть, если вы на хостинг заходите, вам нужно обязательно ввести логин и пароль. Вот здесь они должны вестись. После того, как вы ввели вот этих вот три важных номера, номер сервера, логин и пароль, нажимаете ОК. Я боками с ним буду нажимать ОК. Ну и допустим, давайте вот сейчас клуб дохода у меня это все есть. Просто нажимаем соединиться. Происходит соединение. И видите, я уже нахожусь на своем хостинге. Видите, вот то, что мы видели на хостинге, вот курс клуб дохода, вот находится тест. Заходим в папочку тест, заходим в паблик html, видите, вот папочка пример и папочка индекс. Здесь, смотрите, вот папочку мы создали открытка. То есть это, опять же, наша тестовая папочка, видите, вот открытка. И в отличие от хостинга, где мы можем загружать только единичные файлы, мы берем эту папочку и перетаскиваем сюда. Нажимаем ОК. Видите, буквально сейчас несколько секунд. И вся папочка со всеми картинками, со всеми html файлами, с музыкой, она окажется у вас на хостинге. Вот видите, сейчас если мы откроем папочку открытка, смотрите, сколько я картинок сюда забросил. И каждая картинка, смотрите, 159 килобайт, 474 килобайта, 173. То есть такой вот объем закачался буквально за 2 секунды. А если бы мы сейчас их качали напрямую из хостинга, то это бы заняло у нас намного больше времени. Соответственно, вы можете это все и здесь точно так же просмотреть. Но здесь вы рисунки не увидите, потому что это уже на хостинге все находится. Работая с Total Commander, вы можете напрямую очень быстро все это делать. Соответственно, вы точно так же можете скачивать с Total Commander, с хостинга что-то. Допустим, вы хотите, вот мы создали папочку пример, мы ее хотим загрузить назад на компьютер. Нажимаем, скачать на компьютер. Вот эта папочка пример. Видите, вот эта картиночка, все скачалось. Для скачивания с хостинга вам понадобится гораздо больше времени. То, что это все будет единичными файлами, и то, что работа напрямую, гораздо дольше занимает времени, гораздо больше. Просто кликайте на значок FileZilla, и она открывается сразу у вас. Так, у нас здесь есть вот такая вот вкладочка, как файл. Кликаем на файл, менеджер сайтов, открывается вот этот менеджер сайтов, и вам надо заполнить здесь буквально три строчки. Вот хост, это ID, адрес вашего хостинга, который Володя показывал. Потом здесь заставляете все нормально, тип входа нормальный. Пишите, где пользователь, здесь пишется ваш пароль, ну, в данном случае клуб дохода, логин, пишется ваш логин и пароль. И все, дальше кликайте, соединиться. Ну, у меня уже она открыта, спрашивает, еще раз соединиться. Вот, еще раз открыт. И вот те же самые папки, то есть курс клуб дохода, паблик HTML, тест, который только что Володя создал, вот все у меня уже здесь отображается. То есть, все очень просто. Чем FileZilla мне нравится, то, что она очень хороша для новичков. Здесь гораздо проще получается, чем просто работать на хостинге. Ну, и многие, как вот Володя говорила, что некоторые женщины просто не любят Total Commander, потому что особенно предыдущая серия, там не видно было картинок. Но сейчас вот эта новая программа, она, конечно, интереснее, сразу видишь, что закачиваешь. Ну, а закачивать файлы точно так же. Допустим, вот выбираем мы папку, вернее, наш домен курс клуб дохода.ру. Здесь паблик HTML. И вот здесь открываются все наши файлы, все наши папочки, где мы, куда мы закачиваем. Папка тест, допустим, которую мы сейчас закачиваем, все наши уроки. И мы со своего компьютера у нас вот с правой, с левой стороны отображается то, что у нас находится на компьютере, наши папки, диски. С правой стороны у нас то, что находится на хостинге. Мы выбираем, допустим, вот свою папку, которую мы хотим что-то закачать, из которой хотим закачать. Она у нас тут внизу открывается, и мы можем или двойным кликом мышки кликнуть и закачать на хостинг, допустим. Сейчас, ну, чтобы закачать такое, чтобы... Ну, вот папка имиджа, правда, есть. Если мы хотим закачать папку на хостинг, то мы кликаем правой кнопкой мышки и из всплывающего окошка выбираем «Закачать на сервер». Ну, вот наша папка здесь вот появляется. Папки «Тест». Если просто хотим какой-то файлик отдельный, то просто кликаем два раза левой кнопкой мышки и все. И у нас этот файл здесь появляется. Ну, сейчас какой-нибудь любой закачаю. Вот он у нас появился, вот этот файл здесь. Ну, таким вот образом работаем, мы с работаем с файлзилой. Думаю, что тут все понятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...